Этот привлекательный брутальный артист с его уверенным мужским взглядом и легкой небритостью – настоящий покоритель женских сердцец. Максим Аверин стал известен по телесериалу «Карусель» и фильму «Магнитные бури». Как же складывалась жизнь у этого актера, обладателя почетного звания, заслуженный артист РФ? Краткие биографические сведения. Будущий актер родился в Москве в полутворческой «семье», в обязанности отца входила монтировка киноленты, работа художником, декоратором, а мать работала портнихой. Как часто говорил Аверин, отец с молоду хотел стать актером, но у него не сложилось, поэтому мечту жизни родителя воплотил сам Макс. Первый кинематографический опыт у Аверина произошел в его шестилетнем возрасте, в то время, в Махачкале снимали фильм под названием «Похождение графа Невзорова». По настоятельной просьбе отца, Максу дали сыграть небольшую эпизодическую роль и она получилась довольно успешной. В девятилетнем возрасте у Аверина, младшего был повторный дебют, но на этот раз уже в театре, мальчику предоставили возможность сыграть одну из главных ролей в спектакле «Бранденбургские ворота». Чтобы закрепить полученный опыт, Максим ходил на занятия в студию, которая располагалась при Доме кино. Когда Аверину исполнилось 16 лет, родители нанесли ему серьезный удар по психике, мать и отец приняли решение расстаться. Максим очень трагично воспринял этот факт и долго не мог простить родителям такой поступок. С одной стороны, его и можно понять, а с другой, попытался бы понять и родителей, если совместная жизнь уже была настолько невыносима, что оставалось сделать. Во время учебы в школе, Аверин отдавал предпочтение исключительно гуманитарным предметам. Один раз даже случился казус, будущий актер не захотел даже писать контрольную работу по математике, мотивируя тем, что это ему в дальнейшем не пригодится. После школьной скамьи Максиму было довольно сложно выбрать учебное заведение по душе. Сначала он хотел попробовать свои силы во ВГИКе, но нахамил приемной комиссией, соответственно, не прошел отбор. Вторая попытка поступить «щепку» тоже была обречена на провал. Но Аверин оказался очень упрямым и целеустремленным человеком, так и пробился «щуку» со второй попытки. Невзирая на свой неоднозначный характер и эксцентричную манеру поведения, Макс очень скоро стал любимчиком преподавателей и отлично защитил свою дипломную работу. Кроме работы в кино и театре, Аверин отлично самореализовался в роли режиссера и шоумена, его часто приглашают на интересные проекты, и он всегда отвечает согласием. Личная жизнь. Из-за плотного графика работы и отсутствия постоянной девушки, был пущен слух о том, что у Максима Аверина нетрадиционная сексуальная ориентация. Естественно, артист со смехом отрицает эти сплетни. На данный момент у актера есть загадочная поклонница, о которой он предпочитает не афишировать. До этого ему приписывали отношения с Викторией Тарасовой и другими, не менее известными персонами. А как вы относитесь к Максиму Аверину? Нравится ли вам типаж его внешности? Пишите ответы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!